всем привет я в гостях у своего друга ильи привет всем и привет привет и у его жены анжелы поздоровайся анжела она стесняется у нас такая стеснительная и я когда я когда зашла в квартиру и увидела и этот рай эти растения но самое-самое мы покажем конце аквариум сейчас илья расскажет вам про растения про лампы какие он использует или уж пожалуйста ну лампы начнем с ламп это самые банальные энергосберегающие лампы у года пирожей энергосберегающие они потребляют 100 ватт но отдают 1000 ватт а сколько они стоят лампы дорогие они стоят порядка трех тысяч рублей но эти лампы дешевле чем лампы профессиональные металлогидридные с покрытием отражающим который у меня также есть но большой плюс в том что эти лампы не нагреваются и не нагревают воздух вокруг себя потому что лампы которые я использовал до этого с отражателями которые используются ночном освещении города москвы и также они подходят для растений нагреваются до 1000 градусов и в квартире естественно температура очень сильно повышается и повышалась этой зимой до того момента как были приобретены энергосберегающие лампы то есть 400 ватт лампа который нагревается до 1000 градусов и 100 ватт лампа которая не нагревается вообще отдает столько же и даже больше потому что спектр данных вам более приближен именно к дневному свету а не свету спектральному для роста растений специализированному причем к лампам которые специализированные докупается специальный балласт то есть фактически лампа плюс балласт обходится в 10 тысяч рублей плюс вы считаете еще электричество 100 ватт и 400 ватт это две разные вещи если это большие растения крупные которые растут в джунглях возможно каких-то более южных странах где требуется большое количество света и освещения глюкса а давайте выпьем водки из этих кувшинчиков к сожалению кувшинчик уже умерли данные но ни в коем случае кувшинчики у непендеса отрезать нельзя потому что до тех пор пока кувшинчик полностью не засох лист непендеса и собственно сам непендес питается веществами питательными которые находятся в этом кувшинчике я расскажу пожалуйста вот у тебя увлажнитель воздуха от него на листьях налета нету вот у тебя я смотрю все листочки настолько блестят очень очень красиво налета нет пятен нет дело в том что я использую дистиллированную воду у меня стоит специально осмотить обратно осматической системы который очищает воду и который исключительно используется для полива растений и для аквариума о которых мы поговорим позднее большое заблуждение что дистиллированную воду можно пить пить ее нельзя это техническая вода она не содержит микроэлементов и умывает все микроэлементы из нашего организма почему продаются такие системы в комплекте с минерализатором дабы не навредить человеку но для растения до увлажнения растений чтобы не от не осаждался на листьях кальциевый налет до кальций существуют такие специальные системы и лёша ты мне покажешь потом аппарат который дистиллирует воду но это не дистиллятор чистой воды но да естественно покажу он стоит у меня под раковиной не совсем он маленьких размеров но да я покажу а он дорого стоит относительно до порядка девяти восьми тысяч плюс докупается специальная ионообменная смола у меня стоит большой резервуар потому что у меня раз две недели идет подмена воды аквариуме на 100 литров то есть да мне нужен большой объем воды в плане полива растений конечно это будет дешевле спасибо большое расскажи нам вот про это растение которое так цветет знаешь она мне напоминает какое-то экзотическое нет а мне напоминает крокодилов не спрашивай почему нет на самом деле больше это скорее напоминает всем наверное я не знаю мне тоже не напоминает на огромное да вот если с рукой сравнить до огромный огромный горшок а там какие огромные горшки за растение дело в том что да я увлекаюсь больше мне интересует растение крупномера это тропическая красавица геликония но данное растение ждал порядка девяти месяцев но 8 9 где-то с июля я запрашивал в одном из интернет магазинов которые торгуют цветами возможность приобретения такого растения и вот спустя я даже не не ждал не думал что я смогу приобрести его в россии это редко россия нет это растение было цветущим до 45 месяцев то есть растение мне привезли где-то марте и смотри вот там растут новые роста их много очень много сзади вот сейчас не видно там большие он я вижу мне больше интересует вот тут вот да вот и из него дальше следующей пазухи должен пойти цветок собственно даже не цветок красный это покровные листья то есть то что мы воспринимаем за цветы возможно это именно покровные листья цветы сами находятся внутри они абсолютно незрачны и в своих видео на своих каналах на своем канале я показывал именно семена интересного синего цвета да будет интересно а вот знаешь вот я сейчас стою извини что перебиваю я вот стою и такой воздух очень-очень свежий идет ты живешь да в москве получается теплый стан возле возле дома идет дорога машины постоянно ездят а воздух прям вот свежий как будто в лесу от чего это у тебя дышать приятного прям во-первых растение которых у меня много они все-таки выделяют кислород плюс естественно влажнитель воздуха я специально покупал мощные на это на 5 литров к сожалению ну я купил 3 3 я бы взял еще парочку чем я расстался на месте что закрытом помещении лучше лучше не включать это будет правая баня зимой у меня будет неприятный опыт у тебя зимой не мер для рождения на балконе нет дело в том что зимой их не было на балконе я их выставил на балкон в марте поставив обогреватель причем меня спрашивали как с потифилом зацвел то скорее всего из-за того чтобы пониженная температура возможно это и так не знаю но вот ему не понравилось жару ну как жара у меня солнечная сторона юго-запад днем днем ему не понравилось я переставил обратно в комнату очень-очень огромный просто шикарный это большое женское счастье которое редко найти это спать и фильм сенсейшен это самые огромные спать и филом который представлен на рынке но я бы не сказал ботаническом ботанических садах такие видела единственное но он очень эффектный до шикарный листья единственного самые большие они самые старые то есть меня привезли с листьями и везли его в ноябре по-моему месяце как раз когда первая холода заморозки я знал кто его везет и как его везут поэтому здесь претензий к продавцам нет вообще никаких скорее всего не могу сказать не помню не могу сказать не буду врать единственное что такое прозвище женское счастье она мне не совсем допустим понятно это только когда в россии к сожалению или к счастью не знаю женское счастье я считаю несколько другого также как и многие говорят что антуриум это мужское счастье в каком месте прости господи анжела покажи пожалуйста какие блестящие вот у нас анжела оператор спасибо тебе за это покажи какие блестящие листья у твоих цветов я не понимаю почему так они блестят красиво я не знаю это невозможно сделать физически я не знаю вот я смотрю да через стекло они настолько блестят такие красивые прям вот сочные листочки я не знаю я ничего такого не делаю ну опрыскиваю утром и вечером я просыпаюсь рано очень рано даже по меркам москвы наверное это 5 утра в летнее время зимой там на полчаса на час похоже и ты психо и дистиллированная то есть я наливаю все и здесь все завязано на дистиллированной чистейшей воды никакой спад крана никакого отстаивания никакой ерунды но девять тысяч илья очень дорого бы это я я бы сказал несколько по-другому некоторые цветы стоят и растения да столько же некоторые чуть дороже некоторые чуть дешевле и когда в общем начинаешь обсчитывать коллекцию то девять тысяч в этом плане но он как-то теряются я заплатил девять тысяч один раз за установку потом конечно фильтр стоит дешевле а сколько они стоят ну где-то тысяч рублей один фильтр а там сколько фильтр общий комплект получается пять тысяч все проехали это много денег это не просто так поэтому у тебя красивые листья но делать я за них плачу нужно не каждую неделю не каждый месяц это раз в полгода раз в год меняются фильтры давайте пройдем и пока нет подождите либо вы хотите хорошие цветы это все-таки живое что-то я конечно понимаю вы берете на себя ответственность заводя какое-то живое существо да те же кошки собаки я понимаю поэтому я думаю человек который заводит цветы да допустим у меня это дорогостоящие цветы это крупномеры это экзотические растения естественно я давал себе отчет в том что я покупаю и как за этим следует ухаживать я не беру какие-то простецкие но любые цветы это сложное растение растение это большой труд в принципе это большой да естественно это большой и адский труд потому что естественно если что-то у тебя что-то погибает болеет это всегда стресс ты всегда хочешь чтобы твоему растению этому цветку было хорошо поэтому я мне проще да у меня есть еще аквариум поэтому у меня стоит такая система большая но если у вас нет возможностей средств никто же не против но в таком случае я считаю что нужно воду прокипятить воду отстоять и есть маленькие фильтры чайник правильно кувшины да кувшины совершенно замечательные можно через них тоже перегнать но не один но два раза пусть воду у меня в данном случае дать все равно вода поэтому на листьях не остается налет если вы хотите чтобы налета не было то следуйте вот этим нехитрым правилам ну дважды прогоните эту воду через фильтр он не так дорого стоит Илюш пойдем ты нам покажешь свой фильтр я сейчас посмотрела ребят очень очень крутой сейчас мы нажмем на паузу и пройдем сейчас мы пришли на кухню здесь вы можете видеть дефенбайхию светину она так пошла у тебя слушай подняла листья ты знаешь я обрезал несколько листьев которые были совсем уже поникшие вот еще один есть мне кажется он тоже плохой и она реально вот подняла да поднялась я не могу понять почему но вот возможно ей не хватало все таки влаги да нет ей не хватало именно твоих заботливых ручек да это правда вот если вы можете видеть шифлеру то о нем поговорим потом уже на моем канале я буду пересаживать об этом будет тоже видео я забыла Илья сказать хочу попросить своих подписчиков подписаться на твой канал я ссылку оставлю под этим видео на твой канал поверьте мне будет очень очень интересно все еще впереди подписывайтесь пожалуйста да вот шифлеру тебя шикарно спасибо да и попросим нашего оператора показать еще фикус который также был спасен ну не спасен я не знаю он в чах в подъезде вот такое шикарное дерево огромное сколько он ну слушай он больше меня получается где-то метра два метра два наверное потому что у меня метр семьдесят да я около двух метр девяносто возможно но допустим вот вот этот вот это изначально был мой фикус да маленький хороший вот и совмести совместил я два да ну так даже интереснее смотрится да в одном горшке вообще красиво смотрится прикольно вот единственное что у меня вопрос я уже с тобой потом обслужу куда его лучше поставить потому что сейчас я его с балкона перенес на кухню но мне кажется ты хочешь куда его поставить ко мне что ли нет нет к себе на балкон но возможно сделать ракировку с монстера из большой потому что ее надо пускать ниже и на балконе ей будет меньше места ну смотри я тебе и хмею и хмею еще рассчитываю ну с хмеей я что нибудь придумаю возможно кстати да да по поводу семян геликонии которых я насажал 30 штук вот ты и подаришь своим подписчикам кто выращивает правильно и тебе и тебе кстати тоже нет нет я тебе еще от нее приму я ничего не знаю ну это мы потом с тобой договорим нет подписчиков естественно по возможности я перешлю как только это примет реальную нормальную форму тогда конечно я постараюсь упаковать хорошо и пересла и это курица 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 в духовке давай покажи нам свою систему ну собственно это моя система обратного осмоса самый большой черный баллон это смола это у тебя под мойкой стоит да это под мойкой большой бак это корректор так называемый да там 80 литров это мало для аквариума мало да на цветы конечно хватает с датчиками замены фильтра и так далее но это фирмы довольно таки известная не буду рекламировать штука короче крутая а как она льется у тебя я не поняла из отдельного крана ну соответственно вода заливается через вот этот кран прикольно который кстати показывает когда нужно менять фильтр да синий это значит норма есть еще красный вариант который мигает это пора менять и красный непрерывный когда уже все ого прикольно патастрофа слушай прикольно отслеживать а пойдем тогда покажешь нам свой крутой ну все все хотели видимо аквариум вот он настолько огромный я сейчас подойду я сейчас пока покажу как бы насколько он огромный вот смотрите я ну далеко не маленькое не худенькая вот настолько огромный это просто 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 Я даже не достаю двумя руками, представляете, он огромный, метр семь, метр семь, он шикарный, я когда сегодня увидела, просто я Анжела говорю, вааа, Илья, ваа, вы как, я петушка одного не могла, а тут просто, тут настолько красивые кораллы, ну расскажи про червяков, которые больше 20 сантиметров в песке, это женское счастье, Это было страшно, это все живое, это, я не могу вам рассказать, я про это ничего не знаю, но вот это все, это все, все живое, это настолько завораживает, ну, я думаю, я не буду говорить, сколько денег, это, ну, я скажу, это почти миллион, правильно, рублей? Ну, практически, да, скажем так, на 300 тысячах я перестал считать, на данный момент, да, по моей скидке, ну, так, образно, где-то миллион-полтора-два Вот этот вот? Если вот это вот все, вот как оно есть, его продать полностью по рыночной цене, то это порядка полутора-двух миллионов Кошмар, я сегодня его заберу и утащу, мне надо срочно купить землю где-нибудь Потрачено, конечно, было, я думаю, больше, ну, не в плане денег, потому что и все кораллы, и все рыбы, все это было в более меньшем размере, все это сейчас выросло и разрослось Потрачено, ну, как изначально, больше, меньше, я не могу сказать, больше, может быть, нервов и сил было потрачено, да, потому что были переживания, когда что-то не получалось, какие-то животные умирали Здесь, кстати, все животные, кораллы, это тоже живые существа, это животные И там черви есть по 20 сантиметров Тебя впечатлили именно ранее Конечно, я же видела, как они едят, щупальцами засасывают в рот Но это не черви, это цириантус, это красивый цириантус, понимаешь, это цветок Я понимаю, а мне напоминает, что какой-то... Ну, тебе скажут, что это червяк, но реально это червяк, это большой, толстый, вот-вот, длинный червяк Вот, так, нет, знаете... Посмотрите, Анжела, покажи, сколько морских звезд Это, ну, это... Не звезды? Это звездочки, это морские звездочки, минимальные Это... Они по всему аквариуму, я смотрю Они кушают всякую говнюшку, зеленушку Которых быть не должно Поэтому они только помогают, помощницы Нет, есть, естественно, и продаются в продаже большие морские звезды Но, как правило, большинство из них просто погибает от голода Потому что мы не можем в наших аквариумах, вот, в таких закрытых системах Восполнить именно всю биологическую среду Планктон, которым питаются звезды Ого... Ну, у тебя вот эти вот... Это же не кораллы, получается, которые... У-у-у... Волоски у них шевелятся Кто? Ну, вот... 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 Нет... Уже спать лёг, что ли, Алис? Это всё кораллы А, кораллы с волосками А вот, смотри, вот это вот... Это всё... Креветка Креветка, это не кораллы Это креветка печенистоноги Ну, помятно? Нет, всё остальное кораллы Вот они... Понимаете? Кораллы есть мягкие Шикарные просто Есть жесткие Есть мелкополитные Есть крупнополитные Здесь представлены практически все Но это неправильно Потому что В закрытой системе Как вот в аквариуме, да Можно воспроизводить только какую-то одну Ветвь нашего огромного океана От нашей планеты К сожалению, да Здесь я изначально пытался совместить всё Что несовместимо И сейчас расплачусь даже не я А именно мои животные Мои гидробионты Которые страдают от этого Поэтому, заводя такой аквариум Нужно отдавать себе отчёт Что вы хотите видеть внутри Ну, это шикарно Анжела, вот отойди подальше Покажи вот, насколько он большой Это просто... Это просто нечто Есть ещё один нюанс На многих форумах На многих сайтах Написано, что морской аквариум Содержать гораздо легче, чем пресноводный Это неправда Это большая неправда Потому что Пресноводным гораздо проще Я это могу говорить Именно Как человек, который содержал Пресноводный аквариум У меня был Где были не самые плохие И, возможно, самые тяжёлые Рыбы для содержания Такие, как дискуссы, скаты и араваны Илюша, покажи, пожалуйста, вот Систему всю внизу Ну, для понятия, что это не просто Вот рыбки, да, вот они плавают То есть, в морском аквариуме Есть ещё система жизнеобеспечения То есть, как у нас с вами у людей У нас есть внешний вид Вот мы такие все ходим красиво Но внутри есть чётко слаженный Работающий механизм В аквариуме, в морском Происходит то же самое А теперь мы посмотрим внутрь Там уже своя жизнь идёт Мы видим Фильтрацию, то бишь, лёгкие Аэрацию Ещё большие, лёгкие Здесь у нас Часть кишечника Проходим дальше Очистка воды Кормёжку зоопланктона И далее чистая вода Ну, технически чистая вода Которая уходит обратно в аквариум То есть, рыбы и кораллы Не травятся своими Отходами Которые они Ежесекундно Выводят в окружающую Их среду У тебя так красиво на потолке Анжела, покажи потолок Прям вот Релакс Честный Расслабон полный Забудешь про всё Так что, мои хорошие Если кому-то интересно А будет правда интересно Уже интересно Подписывайтесь на канал Ильи Очень интересный Задавайте вопросы Он Очень умный Интересный Молодой человек Он ответит вам С удовольствием На ваши вопросы Расскажет Снимет видео Покажет, что вам интересно У него на самом деле Всё Чисто профессионально Вот У меня всё По-любительскому А у него Он Чистый профи в этом В растениях Ну а как Вот эта система Всё Вот это всё Это же денег стоит Понимаешь, ты уже Занимаешься профессионально Понимаешь, я вот Если я берусь Ну я делаю Я понимаю Ты вообще молодец Анжела Тебе ещё раз говорю Повезло Поэтому Как бы Подписывайтесь Ссылку на его канал Я оставлю под этим видео А всем пока До скорых встреч Илья Говори пока Пока-пока Пока-пока